Всем привет! С вами Денис Бурмистов на канале Железный Мир. Сегодня будет тренировка спины. Олдскул. Будем качаться тяжелыми базовыми упражнениями, минимум тренажеров. Я отдыхал, и вот два месяца как начал готовиться на осенний сезон «Нарной классик» в Мадриде. Присмотритесь и обратите внимание на скрытый от глаз. Это не съемки фильма. Он не актер. А потеет он по-настоящему от тяжелой работы. Настоящих атлетов, знающих толк в тренинге, не удивить подобным. Для них такие декорации – часть повседневной жизни. Это их общность. Это их офис. Это их фокус-группа. А это их протеин. Голд стандарт 100% Уэй. Ну так, поехали. Начинаем с подтягивания. Будем делать 4 подхода. Каждый подход до отказа. Ну, у меня это где-то там 15-12-10 раз получается. Каждый подход делаю до отказа. Сейчас будем делать тягу тег-грифа. Старая школа. Упрём в угол его. Возьму ручку от блока. И буду тянуть к паху. Самое лучшее упражнение на толщину спины. Как вы видите, сегодня тренировка будет в основном из тяжёлых базовых упражнений. Потому что именно так можно накачать ту хорошую спину. Мощную, хорошую спину. Сейчас многие пользуются тренажёрами. Там типа Хаммер. Многие залы оборудованы этим тренажёрами. И лентяне чают. И в основном тренируются именно на тренажёрах. И говорят, что они там что-то лучше чувствуют. Что-то там лучше прорабатывается. Хорошую спину на тренажёрах вы никогда не сделаете. Но это то же самое, что пытаться накачать трицепс, стоя на блоке разгибания. Все знают, что он хорошо забивается. Но этим упражнением сделать реальный большой трицепс не удастся никому. То же самое со спиной. Сколько вы не тянули эти тренажёры модные, мощной, хорошей, мясистой спины у вас не получится. Да, можно её сделать широкой, но она будет плоской, как стиральная доска. Именно, чтобы нарастить мясо, надо делать тяги, штанги в наклоне, тягу Т-грифа, гантели. Тяжёлые базовые упражнения. Я думаю, все смотрите видео атлетов топовых. Как Олимпии, Ронни Колмана, Бренч Уоррена. Все залы оборудованы этими тренажёрами. Но все они тренируются именно так. Пожило, со свободным весом. И я думаю, неспроста. И поэтому я тоже предпочитаю штанги и гантели. Если у вас в зале есть турник, штанга и гантели, вы сделаете большую широкую спину. Тягу в наклоне мы закончили. Сделали 4 подхода. Получилось 15, 12 и 2 по 10 повторений. Я чередую тяжёлое лёгкое упражнение. Подтягивание было лёгкое упражнение. Тяга Т-грифа в наклоне было тяжёлое упражнение. С большим весом. Сейчас лёгкое упражнение тяга блока груди. Для меня это лёгкое совсем упражнение. Я буду делать 4 подхода. Последние подходы буду стараться 8 повторений делать чисто. Плюс 4-5 повторений с читингом. Читинг я делаю сознательно. Следующее упражнение у нас тяжёлое. Тяга гантели в наклоне. Я его стоя делаю не на скамейке. Раньше делал на скамейке. Знаю 3 варианта выполнения их упражнений. Я делаю его лично в последнее время. Года уже 2-3 на растяжку. Глубоко увожу плечо и к бедру тяну гантелю. Увожу вперёд на уровень где-то глаз. Плечо при этом опускаю. Обязательно. Лопатку развожу. Ноги не делают по-другому. Самое главное, чтобы не было в пояснице вращения. Поясница должна быть зафиксирована, чтобы растягивать широчайшие. Если вы начинаете пояснице помогать и выворачивать поясницу, будете уже делать за счёт поясницы. Ну, сейчас увидите, как я это делаю. Тяжёлое упражнение мы сделали. Три подхода. Тягу гантели в наклоне. Пирамиды я делал. 12-10-8, вес прибавлял. Каждый подход увеличивал гантели на 8 кг. Сейчас здесь опять будем делать лёгкое упражнение. То есть вы видели, что все тяжёлые у меня это со свободными весами упражнение, с большими весами. Тренажёр это как дополнительная идёт накачка, пампинг, кровь. Здесь я буду сделать на тренажёре хаммер обратным хватом для низа широчайших. Всем советую, это редко кто делает. Я это упражнение делаю довольно-таки часто. Ну, последнее упражнение у нас было тяга в камере обратным хватом. Сделал я 3 подхода по 12 повторений. Вес по чуть-чуть добавлял по 5 кг. Начал с 40, закончил 50 кг. Ну, на этом тренировка спины закончил. В принципе, у меня все тренировки на спину, они довольно-таки разные. Я меняю упражнения, одно и то же редко делаю, ну, приблизительно. Но основные базовые упражнения, без которых нельзя обойтись, ничем их не заменить, никакими тренажёрами новомодными. Это тяги, гантельные, штанги, они у меня всегда присутствуют в большом количестве. Стараюсь их делать с большим весом и стараться сделать почище. Ну, то есть угол держать в 45 градусов, всё-таки надо стараться. Это про все тяги. Потому что я часто вижу, что вешают ребята большие веса. В погоне за весом в конце не поймёшь, тяга, штанги в наклоне или трапецию человек качает. Так что учтите, это основная ошибка. Тереновка на спину закончена, неплохо поработали. Смотрите наши ролики на канале Железный мир. Будем рады снимать и показывать вам что-то новенькое. Пока!